Казахстан увеличит поставки нефти через Азербайджан. Об этом главы государства заявили в Астане после переговоров в расширенном составе. Напомню, Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Есть уже конкретные договоренности, какие сферы будут развиваться, узнавала Дзинар Женбатырова. Ярким солнцем встречают сегодня столицы высокого гостя в Астане с официальным визитом по приглашению казахстанского лидера, президента Азербайджана. Пока кортеж Ильхама Алиева торжественно в прямом эфире госканалов проезжает по главным улицам Астаны, в Акурде уже все на исходной. Крепкие рукопожатия и искренние улыбки президентов показывают. Встреча долгожданная. Представление министра в детали протокола, хотя практически всех Ильхам Алиев знает лично. Почти в том же составе члены Кабмина сопровождали президента во время визита в Баку в августе прошлого года. Звучат гимны двух государств. Поклон роте почетного караула. Торжественная часть сменилась рабочей. Мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия, сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении. То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов, говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте. Потому что у нас встречи проходят регулярно на разных международных площадках. Но двусторонний формат, он наиболее эффективный. Об этом говорят и цифры. На сегодня товароборот вырос на 40% и достиг полумиллиарда долларов. Теперь задача увеличить его в два раза. Повысил планку президент Казахстана уже на двусторонке в расширенном составе. Азербайджанский лидер подтвердил, потенциал колоссальный. Тем временем министры уже фиксируют, где поле еще не пахано. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, IT, сельское хозяйство, промышленность и другие отрасли. В прошлом году мы подписали декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сейчас все эти договоренности на стадии реализации. Чего только стоит распаковка возможностей транскаспийского международного транспортного маршрута. Высокий интерес к нему как со стороны Китая, так и Европы. А потому увеличить мощности среднего коридора – задача приоритетная. На переговорах в узком составе мы с вами, уважаемый хам Гидроуглу, обстоятельно обсудили ряд актуальных тем нашей повестки, определили новые точки роста взаимодействия наших государств, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках международных структур. И все эти моменты будут соответствующим образом отражены в совместном заявлении, которое мы подпишем сегодня. Еще одно не менее важное направление – диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Основой такого сотрудничества стал как раз-таки прошлогодний официальный визит Токаева в Баку. Известно, что уже к 2026-му через территорию Азербайджана проведут до 15 миллионов тонн казахстанской нефти. Укрепят и сделают еще ближе Астану и Баку совместные проекты в гуманитарной сфере, считает Алиев. Он поблагодарил Токаева за подарок от казахстанского народа – Центр детского творчества имени Курмангазы в Визулии и пригласил принять участие в его открытии. Также хотел бы выразить благодарность за также ваше личное решение о строительстве Центра детского творчества имени Курмангазы. Строительство на самом деле уже идет очень активно. И, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на открытие этого центра. Это будет хорошим символом дружбы и братства наших народов. Такая инициатива от братского Казахстана, конечно, у всех азербайджанцев вызывает чувство большой благодарности. По итогам переговоров лидеры стран подписали совместные заявления и протокол о создании высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. Договорились президенты и о совместном запуске волоком на оптической линии, которую сейчас прокладывают под Дукаспия. Впрочем, совместно теперь ключевое слово стратегических партнеров. Вместе братские республики намерены нарастить объемы торговли в сельском хозяйстве. Кооперированы будут информационные технологии. Новые проекты появятся в информационной и спортивной отраслях. Сотрудничать страны будут и по линии науки и культуры. Свои договоренности делегации закрепили подписями в меморандумах. Сегодняшняя встреча глав государств своего рода сверхчасов. Убедиться, что договоренности, достигнутые во время официального визита Касымжу Марта Тукаева в Баку в прошлом году, исполняются. Теперь главное нарастить темпы. Понятно, что акцент на логистику и развитие транскаспийского маршрута. Но надо признать, что такие взаимные гостеприимные визиты президентов делают наши народы Казахстана и Азербайджана еще ближе друг к другу. Хабар, 24.